Сарга 20. О чистом знании. Пунья сказал. Кто здесь отец, друг, мать или родственник? Пыль от их понятий сдувается ветром размышления. Родственники, друзья и дети – результат болезни, иллюзорных привязанностей и отвращений. Они появляются как существующие в соответствии с нашими собственными понятиями о них. Если о ком-то думают как о друге, он становится другом. Если о нем думают как о ком-то другом, то он и становится другим. Также яд и нектар становятся таковыми в соответствии с понятиями о них. Когда известно единство вездесущего реального сознания, откуда взяться понятиям о родственнике и другом? Где я в теле, которая есть только клетка из костей с плотью и кровью? Подумай сам, брат. С точки зрения абсолюта нет ни тебя, ни меня. Пунья и Павана – только неверные понятия. Кто твой отец и кто друг, кто мать и кто враг? Кто есть ты и другой в сияющем, бесконечном пространстве сознания? Если ты думаешь, что ты существуешь, то и тогда в твоих многих прошлых рождениях у тебя было множество родственников и утраченных теперь богатств. Почему же ты не плачешь над их потерей? У тебя было множество родственников среди зверей на цветущих равнинах. Почему ты не плачешь о них? У тебя было множество родственников среди лебедей на берегах, заросших лотосами и лилиями. Почему ты не плачешь о них? У тебя было множество родственников среди разных высоких деревьев в лесу. Почему ты не плачешь о них? У тебя было множество родственников среди львов на высоких вершинах огромных гор. Почему ты не плачешь о них? У тебя было множество родственников среди рыб в быстрых реках и в озерах, заросших лотосами. Почему ты не плачешь о них? Ты был бурой лесной обезьяны в стране дошарно, принцем в тушаре и лесным воронам в пудре. Ты был слоном в хай-хае, ослом в тригарте, собакой, в стране шалва и птицей сосновом лесу. Ты был деревом, пипал в горах Виндхья и жуком-караедом под корой дерева. Ты был фазаном в лесах Мандары и был бромином, рожденным в пещере. Ты был дважды рожденным в Касилии, воробьем в ванге, лошадью в тушаре и зверем в святых местах Брахмы. Ты был червем среди корней и комаром в дупле дерева. Ты был журавлем в лесах Виндхи, а теперь ты мой младший брат. Шесть месяцев ты был муравьем в долине Гималаев, живя в тонкой коре березы, а теперь ты мой младший брат. Полтора года ты был скорпионом на навозной куче в дальнем селении. А теперь ты мой младший брат. Ты был ребенком дикарки и прятался в ее объятиях в лесу, как пчела в цветке лотоса. А теперь ты мой младший брат. Ты сотни тысяч раз рождался среди множества разных существ на этом континенте Джамбу-Двипа. Своим тонким разумом и чистым ясновидением я вижу цепь твоих и своих прошлых воплощений. В своем видении я помню свои бесчисленные, разнообразные прошлые рождения, проведенные в состоянии невежества. Я был попугаем в тригарте, лягушкой на берегу реки, маленькой птичкой в кустах, и теперь я рожден в этом лесу. Я был дикарем в Виндхе и деревом в Бенгале, буйволом в горах Виндхе, и теперь я рожден в этом лесу. Я был птицей Чатакка в Гималаях и правителем страны Пандра, тигром в густых лесах Сахье, и теперь я твой старший брат. Я был десять лет орлом и пять месяцев крокодилом. Я был сто лет львом, и теперь я твой старший брат. В этом обманчивом мире я был птицей Чакоры в селении Антхара, королем в стране Тушара, сыном учителя Шри Шаэвы. Я помню все свои прошлые блуждания в сансаре с разнообразными проявлениями и особенностями жизни. И во всех этих рождениях были сотни родственников, отцов и матерей, братьев и друзей. По кому нам печалится, по кому не печалится и по кому печалится больше всех, такие мысли привычно обуревают этот мир. Бесконечное число отцов были и прошли, и бесконечное количество матерей, родственники в этом мире, подобны листьям на деревьях в лесу. Брат, если подходящая причина для страдания и радости здесь, поэтому, оставив все заблуждения, давай сохраним спокойствие. Оставив понятие о материальном, пребывающем в разуме как чувство «я», иди спокойно путем мудрых. Изначально все существа в мире непрерывно то появляются, то пропадают, и мудрые не страдают по этому поводу. Свободный от существования и несуществования, от старости и смерти, постоянно помни свою сущность и не будь клубцом. У тебя нет ни несчастья, ни рождения, ни матери и ни отца. Ты есть то, что ты есть, и ничего помимо этого. Невежественные люди бродят в этом мире среди всевозможных понятий, в то время как мудрые, с благородными качествами, знающие истину, не впадают в крайности, придерживаясь середины. Они пребывают сами собой и видят все, как оно есть, смотря на происходящее, как свидетель. Мудрые, подобные лампе во тьме, в чьем свете случаются события, не затрагивающие ее, они вовлечены в действие, не будучи деятелями. Мудрые не затрагиваются действиями и ситуациями, как зеркало или кристалл, не затрагиваются отражениями в них. Брат, оставив нечистоту всех желаний, пребывая в самом себе в лотосе сердца, будь подобным великим мудрецам, пребывающим в сущности себя. Отказавшись от заблуждений, будь счастлив. Этим заканчивается сарга двадцатая. О чистом знании. Книги пятой. Об окончании. Маха Рамаяны. Шри Васиштхе. Ведущей к освобождению. Записанной в Алмике. Субтитры создавал DimaTorzok